Укладывается ли в голове, что человек может производить суд над Богом? А не случается ли это и в нашей с вами жизни? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада, что мы вновь собрались вместе с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, и рассуждаем над очень уже такими драматичными моментами Евангелия. И даже в этих драматичных моментах мы находим то, что дает нам надежду, то, что дает нам радость, то, что освобождает нас, возможно, от того чувства вины, о котором как-то мы заявили в самом начале программы, что иногда даже и мы бываем своими какими-то неверными суждениями, своим каким-то неправильным пониманием производим суд над Богом. Вот, Коль, мы в 22 главе, в 23 главе, и мы поговорили уже о... Давай сначала скажем, сколько времени до Голгофа, то есть сколько времени до распятия Христа? Ну, не больше двух-трех часов, наверное, потому что уже остается вот... Всего лишь осталось два-три часа до распятия. И вот какие суды человеческие уже Иисус Христос пережил к этому времени? Мы говорили о том, что Иисус прошел вот такие вот издевательства, надругательства над собой, оскорбления и даже побои на четырех судах во дворе правосвященника и в его доме. То есть, вернее, в двух домах, может быть, в доме Анны, потом Каиафа. То есть, вот это был Синедрион, это высшее руководство священства. Это первые два суда, да? То есть, первые два суда были произведены иудейскими духовными лидерами. Ну да, и было еще предварительные два суда. Получается, перед этими официальными, что ли, ночным судом Синедриона и дневным, уже окончательно утвердившим вердикт, были еще два следственных разбирательства, где Иисусу учинили допрос такой с пристрастием, что ли. И там, конечно, черн позволял себе все, что угодно над Иисусом. Издевательства, вот эти побои. Просто Библия об этом не описывает, но атмосфера вот такая вот, в которой Петр потом оказался, это было что-то звериное, что-то такое. Вот мне хочется, чтобы мы с вами, рассуждая о том, что такое Евангелие и что оно значит для нашей жизни, что оно делает, совершает в нашей жизни, чтобы мы поняли вот эти вот суды над Богом. Лен, вот уже четыре суда мы, о четырех судах поговорили, да? И даже более широко сейчас Коля описал, что издевательство, ну, такое вот над Богом, над Христом производил человек. Вот как нам это понять, чтобы самим не попасть вот в подобную ситуацию? Ну, часто мы тоже бываем вот именно судьями. Господь ведь говорит, что мы не судьи, мы свидетели только. А вот часто, наверное, мы сами говорим и слышим в свой адрес, вот как на тебя смотрит Бог. То есть мы свой суд считаем, что этими же глазами также смотрит Бог. То есть мы делаем себя Богом. То есть мы больше исполняем власть дьявола, который сказал, что вы будете богами и будете знать добро и зло. И как бы на это первые люди повелись. И тут вот выходит, и вот я часто себя, например, ловлю тоже на такой мысли, может быть, не словах, но мысли, думаю, ну как же вот на этот поступок этого человека смотрит Бог. То есть я все-таки вот своим судом сужу чаще всего. И это тоже суд над Богом. А есть вот где-то слова, мне сейчас вот на ум пришли, да, что Бог говорит, мои мысли не ваши мысли, и мои пути не ваши пути, и тем более мой суд – это не ваш суд. А вот когда мы судим и приписываем это Богу, это мы производим суд над Богом. То есть это вот такое в повседневной нашей жизни. Не то, что уж говорят там о глобальной том суде, который был над Богом, да, но мы с вами тоже вот становимся чаще всего, наверное, вот тоже судьями Бога. И это очень вот прискорбно, вот когда действительно начинаешь более глубоко в это вдумываться, то становится немного не по себе, что часто мы свои мысли приписываем Богу. Ну да, то, какие мы, мы свои свойства даже приписываем Богу. Ну вот я рассматриваю, что, например, один из первых, ну хотя, конечно, и до него было много тех, кто судил Христа по-своему. Но всё-таки одним из первых, который вот уже очевидное предательство совершил, это был Иуда, да. То есть он предал Иисуса Христа иудейским, иудейским духовным лидерам. Да, потом, то есть он так судил, он так решил, что так лучше сделать. Мы не знаем, по каким причинам. Много как-то размышлений на эту тему. То ли он хотел помочь этим Иисусу, некоторые считают, подтолкнуть его к правильным, более решительным действиям. То ли он был просто вор, и поэтому он ради своих каких-то целей, таких вот, всё это совершил, чтобы побольше средств в итоге иметь. Но он судил Бога, да. И вот дальше его судили духовные лидеры израильского народа, теократического ведь государства, да? Ну, тогда уже не было теократии, там был царь у них, даже не один. Иудея была раздроблена на провинции, Галилея, там и Турея, и были поставлены в наместники. Один из наместников был Ирод, Антипа, Антипатор, точнее, вот в данный момент. Вот, то есть, значит, следующие, кто судили, это вот наместники, да? Ну, вот, давай, Коль, то есть, значит, судили сначала готовились к суду ночью во дворе иудейского Синедриона, наверное, там, где священники собрались. Потом уже, когда день наступил, то суд был произведён дважды, да? Ну, вот, какой дальше суд люди посчитали возможным чинить над Христом? Ну, вот, в 23-м главе мы уже видим Иисуса после вот этих нескольких изматывающих допросов, побоев, истязаний, издевательств над Ним. То есть, вот такой вот Он уже, ну, понимаем, как Он мог выглядеть после этого. Ночь целую вот над Ним вот так глумились. И это говорило о том, что Иисус отдан во власть Астаны. Как Он сам сказал, теперь ваше время и власть тьмы. То есть, дьявол полностью вот тут вот уже взял верх над людьми, вот над этими судьями, над чернью, которая во дворе первосвященника. И эти судьи, они вынесли свой вердикт, повинен смерти. И теперь остаётся только его утвердить у прокуратора Иудеи Пилата. Почему? Вот давайте это ещё раз. Вот именно о том, какова была реальность в то время, да? То есть, вроде бы, духовные лидеры, религиозные лидеры Израиля вынесли свой вердикт, что Он повинен смерти. А почему-то им ещё нужно было идти к римскому прокуратору. Ну, мы вспомним, что Иудея была захвачена римскими войсками и римским императором, как будто это была провинция уже Рима, подвластная ему полностью. И Рим назначил своего наместника тут вот в Иерусалиме, в Иудее. И это вот именно он и был понтием Пилата. И предсвященника вообще должны были побить камнями человека за богохольство. Иисуса обвинили в богохольстве. Это страшное преступление, за которое побиваются камнями по закону. Но им было запрещено лишать кого-нибудь жизни без ведома римских властей. И вот они, как бы сказать, но они готовы были уже, конечно, казнить Иисуса сами. Вот такая ярость приполняла людей. Станинская ярость. Но они все-таки на данном этапе еще пытались сделать видимость вот такой справедливости, справедливого суда, что вот все должно быть по закону, уже римскому закону. И они не решились вот на такое, на убийство-то сами. Ну, они, наверное, боялись все-таки, да, наказания за то, что они произвели бы суд. Это было бы само суд, да? Все-таки лишение смерти, да. Ну, если мы немножко вспомним дальше, вот Деяния апостолов, там, когда они судили Стефана, то они не смотрели уже на римские власти, они вот настолько озверели, что просто вот тут же прям его и побили камнями уже. Может быть, они вспомнили, как себя Пилат вел нерешительно и подумали, что они что, там, римские власти сквозь пальцы посмотрят на это. Но это был первый прецедент такой вот, чтобы они вот так бы открыто побивали, то есть казнили человека, придавали его смерти. Они, конечно, да, они не решились, они, скорее всего, побоялись, да, из-за себя, из-за, может быть, и государства, не знаю. Но вот они вот так вот себя повели, повели, вот написано здесь, поднялось все множество их, и повели его к Пилату. Вот Пилат, римский прокуратор, тогда был. Прокуратор – это какое-то русское слово аналогичное есть? Ну, наместник, ставленник там, да. Рима. Рима, римского императора. Он как бы олицетворял собой императора здесь, вот в данной местности. Решение Пилата – это приравнивалось к решению императора римского. Он был римлянин, да, Пилат? Да. Мы не знаем точно, какая национальность у него была, но, скорее всего, да, он был патрицией. Ну, то есть он был неудеем. Он не был иудеем, да, это был вельможа римский, вельможа, знатный. То есть, ну, что мы знаем о знатных вельможах римских, да. Он был язычником, да? Нет, он не исповедовал религии иудеев, да, это 100%. То есть вот на данный момент мы видим, что те, кто знали Библию, единственное священное описание, которое существовало на тот момент, это были книги Ветхого Завета. Те, кто знали, те, кто изучали, те, кто следовали и старались, или утверждали, что следует, да, вот они приняли решение, что Мессия, воплощенный Бог, что Он повинен смерти. Вот теперь давайте посмотрим, как человек-язычник, облеченный высокой властью, вот как Он судил Христа. Но все-таки, наверное, Николай Генрихович, они же не видели в Нем Мессию? Нет, они... Они в Нем пунтаря видели. Они считали его лже-Мессию. Да, что Он себя выдает за Мессию, а таковым не является. Они в Мессии не приняли, да. То есть они в Мессии увидели лже-Мессию. Это ведь вот тоже нечто, да. То есть так же и мы с вами можем увидеть в Боге не Бога, потому что это не соответствует нашим каким-то представлениям. Да, у них были свои представления о том, какой должен быть Мессия. А Он вот не такой оказался, как им казалось, да. Да, просто вот эти вот стереотипы, мышления, вот эти штампы религиозные. Самая страшная вещь, наверное, религиозные штампы. Вот человек зациклен на этом, и все вот так, и больше никак. И если Бог ведет себя каким-то другим образом, человек уже не укладывает с него в голове, он не понимает, это, наверное, точно не Бог, это уже 100% не Бог, и все. И как бы вот таким образом он… Так ведь мало того, так его надо судить за это, его надо казнить за это. То есть люди, их настолько раздражает, ну что ли, вот несоответствие Бога их представлениям, что они готовы от него избавляться. И вот мне почему-то кажется, что, ну, очень даже это свойственно. Вот я сегодня, я уж не знаю отклонения, да, тем или нет, вот я думаю, вот есть верующие, которые… Были верующие, которые приняли Христа, и были верующие, которые не приняли Христа. А с другой стороны, были неверующие, которые приняли Христа, и неверующие, которые не приняли Христа. А потом я думаю, да нет, что-то я тут наградила слишком много групп. На самом деле были люди, которые приняли Христа, и были люди, которые его не приняли. И вот хорошо бы нам с вами разобраться в наших сегодняшних причинах, почему те, кто ходят в церковь, осуждают, ненавидят, критикуют, ну и так далее. И фактически то же самое, и люди, которые просто не надели на себя вот эти одежды религиозные, они делают то же самое. И в то же время в церкви есть люди смиренные, люди, ну вот нищий духом, Коля все время любит об этом говорить. Мы ведь вот с вами хотим понять, что такое Евангелие. Вот может быть вот в этом оно и кроется, что люди смиренные, которые ощущают свою нищету, нищету духа, они не могут, для них невозможно судить Бога, потому что они понимают свое собственное недостоинство. И таковые люди есть и в церкви, и такие же люди есть и вообще вне религиозного сообщества, которые просто ищут уже, которые уже на пути. Ну вот не знаю, слишком ли я тут сложно выразилась или нет, но мне кажется, что все делятся на две группы. Те, которые судят Бога через то, что они судят людей, вот как Лена сегодня сказала, мы людей судим, значит мы судим Бога. Вот и есть люди, которые не судят Бога, потому что они понимают свое недостоинство, потому что у них есть нищета духа, они понимают, ну насколько велик Бог и насколько слабы они во всех своих, ну во всех своих проявлениях. И в то же время они понимают, почему они блаженны, потому что они понимают, насколько они великими становятся через то, что Бог может в них жить и через то, что Бог может через них себя являть. Ну да, это вот человеческое наше проявление. Но здесь мы встречаемся с проявлениями сверхъестественной силы. Вот Иисус не зря сказал, власть тьмы теперь вот сейчас. То есть над вами сейчас давлеет вот эта атмосфера ненависти, которая присуща противнику Божьему, дьяволу. Это он вот такую атмосферу распыляет, что ли, на земле, окутывает ею. И люди поддаются ей. Ну да, Дух Святой тоже работает с человеком. И он помогает ему как бы определять, что есть зло, что добро. И держаться всё-таки добро. И смирять себя, может быть, свои вот эти вот, как сказать, проявления вот этого нечистого духа. Но дьявол имеет тоже силу. И вот он людьми-то овладел здесь. Они уже ничего не могли сделать с собой. Вот я так думаю. Просто почему они так себя вели? Остервенело просто. Вот всё их понесло. И настолько их ничего не остановить уже. Это власть мы. Ну почему? Почему вдруг прекратилось на них воздействие или влияние Духа Святого? Они просто его отвергли. Они просто его не слышали. Вот уже всё не слышно. Это вот как вот не кричи им, уже ничего. Они слышат только один голос. Убей, убей. Там, как вот, я не знаю, как, может быть, это в битвах люди чувствуют, когда вот идут в атаку, может быть, или как-то ещё. Ну вот только один голос, убей вот это вот, иначе он тебя убьет. И убей его, или ты будешь убит. Ну, может быть, вот так. Вот этот Дух вот. Ну, как говорят, да, что вот опасно попасть под Дух толпы, да. То есть вот что ты можешь, хотя вроде имеешь другое мнение, да, но в этой толпе ты кричишь то же самое, что кричит вся толпа. То есть вот этот вот Дух, который вдохновляется вот врагом человека, да, он, ну, просто не умолкает, и ты слова-то кричишь те же, которые не... Потому что среди толпы, которые кричали распни, были же и те люди, которые потом сразу же раскаялись, когда оказались один на один с собой. То есть им мало было. Может быть, им почему не побили камнями, я сейчас тоже думаю. Может быть, им слишком лёгкой смерти казалось. Камнями раз, и человек, значит, в бессознательном состоянии, и всё, и как бы лёгкой смерти достаточно. А вот нет, пускай он вкусит все вот эти вот прелести, в кавычках, мёртвого, медленного умирания, такое мучительное умирание, когда там вдыхает него... Да, они же видели, как римляне расправляются с преступниками, с особенно такими вот, с гренелыми. Нет, пусть он вкусит по полной программе. Они вот тут ещё хотели, вот и здесь Иисуса тоже вот. Пусть проклятый будет, он же проклят будет висеть на дереве, всё проклятие, вот всё вот это вот. Это же Библия говорит, проклят, всякие висящие на дереве. И вот этого они пожелали тоже, вот исполнения. То есть вот это, опять же, власть тьмы. Человек уже не в состоянии оттуда выбраться. Ну, потому что он отверг Дух Святой? Потому что он упал в пропасть, да, он отверг Святого Духа, он просто его больше не слышит. Вот такое состояние. А почему они отвергли Дух Святой? Вот просто ли потому, что они были в толпе, Лена? Ведь они могли уйти из этой толпы. Они могли не прийти. Ну, это были события очень такие ответственные. И поэтому, я думаю, что все хотели быть здесь. И уже это, ну, место, в котором оказался человек. И он не мог уже выйти из этой толпы. И, ну, я думаю, что не все кричали всё-таки, раз мне. Ну, вот есть такой, опять же, любую инвестрацию приводить в данном случае. Это есть такой объект во Вселенной, чёрные дыры. Вот там свет из этих чёрных дыр вообще не выходит. Потому что у неё такая масса огромная. И притягивает настолько всё, что даже скорости света не хватает, там, силы не хватает, чтобы выйти оттуда. И эта чёрная дыра, она имеет некий вот такой вот диаметр, или называется горизонт событий. Приходя вот этот горизонт событий, не доходя до него, ещё можно вырваться из плена чёрных дыр. Но когда ты этот горизонт перешёл, то уже ничто, никто вообще оттуда не может... Она поэтому и чёрная-то. Это, то есть, ты в духовном плане... А в духовном плане, что вот есть некая грань в отношениях с Богом, в отношениях с дьяволом, с тем же, если они у человека есть. А бывает, что есть отношения с дьяволом, а человек этого не понимает? Бывает, да. По-моему, большая часть времени именно так и есть. Духа не оставляет человека, потому что у человека совесть-то ещё есть. Она ещё как-то реагирует на те или иные события, обстоятельства, слова даже. И если человек раз за разом поступает так, как он поступает, ну, подло, ещё низко, грязно, или ещё как-то, может быть, даже и преступно... Может быть, даже просто лживо. Вот приучает человек себя... Или лживо, да. Что неправду всё время говорит. Он идёт по этому пути всё дальше и дальше, наконец доходит до этой черты, пересекая которой он же никогда не вернётся к Богу. Вот это коварная сила греха, власть тьмы так называемая. Когда человек думает, что он, может быть, ещё ничего страшного, ещё погрешу, ещё там... Но заигрывать с грехом – это смертельно опасно. Это игры такие вот, после которых нет возврата. Иисус предупреждал об этом много раз. Ну да, то есть мы к кульминации Евангелия подходим, да, что есть черта, после которой нет возврата. Да, есть черта, до неё нельзя доходить, допускать... Но это же религиозные люди. Они уже перешли её, эту черту, к сожалению. А ведь они, наверное, не понимали этого. Потому что они были убеждены в своей... Мы же говорили с вами о самоправедности, о том, что человек, наоборот, считает себя близким к Богу. Что я не такой, как все остальные. Я гораздо лучше всех. Это бьёт себя в грудь, будь милостью ко мне, грешнику. Да. Вот именно то, про что я и говорила. Что неважно, это религиозный человек или нет. Он всё равно или с Богом, или не с Богом. И точно так же и нерелигиозный человек, не имеющий вообще никакого отношения к церкви. Он может быть на пути к Богу, или он может его категорически отвергать. Мне так вот кажется. А вот помните, как-то в одном из Евангелий Иисус вот этих людей обличал, «Вы, ваш отец, дьявол». Вот прям вот, это же очень серьёзно. Не Бог ваш отец, Иисус говорит, а дьявол. То есть вы настолько подвержены его влиянию, что уже Бог вам кажется таким вот, каким является дьявол. Что же тогда удивляться, что вот эти люди хотели распять Христа? Так же, как и сейчас, мы порой, ну или не обязательно мы, а кто-то рядом, мы хотим распять Христа. А потому что Христос нам говорит, «Ваш отец – дьявол». Конечно, мы не хотим этого. Мы не хотим этого слышать, мы не хотим этого признавать. Мы не хотим вообще, чтобы на нас было такое воздействие. Нам хочется избавиться от этого. А тогда вот люди избавились в прямом смысле, в физическом. То есть убили человека. Распни его, сказали. Да, и все дела его, они как бы приписали действию патистанинских сил. Тоже, кстати. Хотя было действие Духа Святого. И помните, мы говорили с вами как-то, что такое есть грех преступления, который никогда не может проститься. Хулана Духа Святого. Ну да, да, да. Вот это как раз оно и есть. Потому что когда я Божью силу приписываю в стане. И наоборот получается. Ну да. Еще раз все-таки хочу вернуться вот именно к тому, что нас ободрят. Как отличить? Вот мы сейчас столько раз прозвучало, а они не понимают. Или мы не понимаем, под чьим мы сейчас воздействуем. Да, это ведь не об одержимости идет дело, когда там бес бросает на землю, и там пена изо рта. Нет. Это просто воздействие. Вот как отличить? Я вот продолжаю про это говорить с Галатом, 5 глава, 22 текст. Отличить единственное, почему можно, в правильном ли ты состоянии. Гонишь ли ты сейчас Бога? Судишь ли ты сейчас Бога? Или же ты Бога принимаешь? Ты Его оправдываешь? Ты говоришь, что Он прав? И ты говоришь, что ты хочешь следовать тому, что Он тебе дает? Это по плодам Духа. То есть если твое сердце наполнено каким бы то ни было осуждением, враждой, если ты провоцируешь какие бы то ни было распри под какими угодно благовидными предлогами, якобы отстаивая правду. То есть если у тебя такие плоды, значит сейчас отец твой дьявол. И опять же не надо этого бояться, не надо этого бояться, такова жизнь, что мы можем оказаться в таком состоянии. Надо просто вернуться к Богу и получить обратно влияние Святого Духа. Да, надо сказать, все, я вот этим так больше не думаю, я об этом больше не хочу думать. Я хочу по-другому себя вести. Вот я хочу, поэтому Господи мне помоги. Я хочу. Я хочу. Вот это вот Евангелие, мы ничего другого сделать не можем, кроме как захотеть. А как только захотел, то Бог начинает помогать, Он начинает сам действовать. Ну да, бедный я человек. Что хочу доброго не делаю, а что недобрый, то делаю, помимо своего желания. Но желаю-то я закону Божьего, его исполнения в своей жизни. Вот это я желаю. Господи, помоги мне. Да. То есть очень важно быть искренним самим собой и с Богом. И признавать это. И не бояться этого. Когда, да, вот это ведь апостол Павел сказал эти слова, что доброе, что хочу, того не нахожу во мне. Ну вот не могу я это делать. Понимаете? Великий апостол, основатель христианства, который его, ну что ли, вслед за Христом понес по миру, да, так сказал. А то, что не хочу, то делаю. Да, надо просто быть, что ли, открытым перед Богом, признавать это перед Ним. И как только мы хотим от этого избавиться, как только мы хотим быть с Богом, то есть вот именно вот воля наша, то Бог начинает действовать. Да, и Он дает какие желания? Какие во Христе Иисусе? Да, радость, мир, свободу именно от рабства греха. И второй текст нам говорит, начали обвинять Христа, говоря, мы нашли, что Он развращает народ наш, запрещает давать подать кесарю, называя себя Христовым царем. Вот это три обвинения перед Пилатом, которые принесли вот эти первосвященники. То есть это уже какой по счету суд? Это они привели к Пилату на его... Шестой. На первый суд Пилата, да, и на пятый суд Христу, то есть который принес Христос. Да, пятый суд. То есть они, если сами бы судили, то тогда были бы религиозные обвинения, да? Что вот Он себя делает Богом, не будучи Богом. А тут они уже политические это предвидели. Да, они чисто политика, они старались избегать религиозных обвинений. Потому что для Пилата религиозные, ну это ваши разборки, что вы ко мне пришли, из-за этой смерти вообще-то не карают Рим. И поэтому давайте-ка сами. Но они вот именно политику привели сюда. В чем политика тут заключалась? Мы нашли, что Он развращает народ наш. Вот первое обвинение. Они апеллировали Пилату, что Иисус собирает огромные толпы людей, десятками тысяч приходят к народу. И посмотри, одна спичка, и все, восстание против Рима, да это тебе надо. Вот опять же. Это они Пилату говорили. Ну как бы да. Намекают на то, что Иисус, Он народ-то вообще-то концентрирует вокруг себя с целью захвата власти. Он этим, хоть у Него такие цели, они вот так представляют. Это одно. Второе. Запрещает давать, подать кесарю. Они вспомнили его слова, помните, да? Богу Богово. А кесарю кесарю. Когда показали динарии, там некоторые такие лукавые делатели, показали динарии, и Иисус сказал, отдавайте Богу Богово, кесарю кесарю. Но они извратили эти слова Иисуса и обвинили его в том, что Он вообще-то говорит, что только Богу нужно отдавать. И даже и кесарю тоже. То есть вот перевернули слова Христа как бы. Запрещает Он давать, подать кесарю. Хотя Иисус совершенно этого не говорил, и наоборот даже. Ну да, я так вот воспринимаю это ровно противоположное, что налоги-то платите, то, что кесарю положено, отдавайте, это Он сказал. То есть совершенно лживое обвинение, надуманное вот такое вот второе. И третье. Называет себя Христом-царем. Ну, Иисус, конечно, Он назвал себя царем на суде Пилата. До этого мы что-то не слышали от Него таких заявлений, что я царь. Но Он вел себя как, въезжая в Ревсалюм, Он вел себя как царь, как исполняя пророчество Захарии древнее, что на молодом ослесе царь твой грядет. И народ Его восхвалял как царя. Как царя правителя государства? Ну да, они так и думали. Сейчас новый Давид пришел. Сейчас будет царство наше процветать. Это пришел Мессия как царь. Вот Он едет в молодом осле. Смотрите, все пророчества воочию исполняются. Ну, у нас на глазах. И этим воспользовались, опять же, вот Он называет, Иисус не называл себя царем. Это люди называли царем, но эти приписали Иисусу. Вот опять же, сплошная ложь, такая подтасовка какая-то, вот эта вот надуманность, обвинения. Пилат спросил, вот ты царь иудейский? А он сказал, да, ты говоришь. А что он имел в виду? Разве он собирался быть царем иудея? Он собирался быть, то есть, он являлся царем, да, иудейского народа, да. Точно так же, как и царем любого другого народа, наверное? Но не политическим, не политической властью. Царь, скорее всего, царь душ вот этих вот, своего народа. На тот момент это была иудея. Потому что там храм стоял, в основном иудеи поклонялись Богу истинному. Иисус просгласил себя царем душ человеческих, царем сердец. Царем, который должен войти, как вот кроткий, да, все царят войти, как кроткий на молодом осле, вот смиренный. Научитесь от меня, ибо я кроткий и смиренный. Совсем другое царство. И не царство мира сего. И потом он, Пилат, уже сказал, я не от царства мира, царь-то. Но Пилат-то понял, какой он царь. Он понял, что это царь душ. Что царь, да. Мало того, он понял, что он Бог даже. В итоге. Ну да, Пилат сказал первосвященникам и народу, я не нахожу никакой вины в этом человеке. Ну да, он увидел, что это обвинение насквозь лживо. То есть, вот видите, язычник, это ведь, то есть, религиозные вожди иудеи осудили его на смерть, а вот язычник, вот эта вот идея, которую мне хочется сегодня-то подчеркнуть, что язычник, он не нашел в нем вины, он, наоборот, был даже готов признать в нем Бога. Ну да. У него были масса свидетельств к этому, в том числе и свидетельств его собственной жены. Он, вот, Иван говорит, Матфея, жена просила, не делал ничего этому человеку во сне, а мне явилось вот такое откровение, что... Много пострадало во сне. Много пострадало, да, с него. И ей открылся Господь вот там, что это Христос, это Мессия, это дожди, не делал ничего ему. Ну вот Пилат так и поступил. То есть, итогом этого суда было, что Пилат сказал, я не нахожу в нем вины, да? Да. Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудеи, начиная от Галилеи до сего места. И вот настаивали, это не просто, вот, как бы, безобидный, это был, это яростный был такой, как сказать, накат, что ли, на Пилата. Как же ты, как же ты не видишь, как же ты не... Он сейчас поднимет бунт во всей Иудеи, вот, он же, видите, откуда учит-то, от всех, до Галилеи даже народ сейчас за ним, поэтому сметут ваш гарнизон тут в Иерусалиме, как ничего. То есть, вот, об этом они, как бы, Пилата пытались, в этом пытались убедить его. А Пилат-то ведь был ответственный за порядок, да, это была веренная ему область, он отвечал перед римским императором за порядок в ней. Ну, да, но это, как бы, мимо ушей Пилата, он не воспринимал серьез вот эти обвинения, и он, смотрите, что дальше, Пилата, услышав о Галилее, спросил, разве он галилеянин? О, вот, он уже с этого, с первых же слов превосвященников, он пытался освободить уже Иисуса из-под стражи. Коль, давай немножко географически скажем, то есть, Иудея – это южная часть государства, да, а потом что, Самария, а потом Галилея, так? Да, северная, да, самая северная часть Галилея. И в каждой из этих областей был свой наместник римский? Ну, по Евангелии от Луки, вот эта вот вся область была разделена на четыре части, там четверовластники, он упоминает Лука. То есть, можно сказать, что Пилат один из четверовластников? Да, один из четверовластников, точнее, Иудеи. Вот он там, в Иудее, но он не правил вот так, как, допустим, Ирод там у себя, как Самадур, а он все цивилизованным путем, у него Синедрен все решал. Он дал власть им выпускать законы, там, руководить всем обществом. То есть, местным? Гарнизон был очень небольшим, то есть, они не ожидали никаких таких вот войн там с этим народом уже. Так, милостью достаточно поступали власти. Вот, а Галилея тогда, то есть, это одна из четырех областей, и кто в ней был главным? Галилеей досталось в правлении Ироду, вот династии вот этой Иродов, и Ирод-антипатр. То есть, Ирод – это сын Ирода Великого? Да. А Ирод Великий, Лен, напомни, пожалуйста. Это тот, который убил младенцев при рождении Иисуса Христа. Вышли им. Это то, что описано в самом начале Евангелия, и как раз вот это вот был, ну, то есть, очень жестокий в своем... То есть, он был царем иудейским в то время, Ирод Великий, да? А тот вот его сын, Ирод-антипатр, он стал четвертовластником или правителем Галилеи, одной из областей страны израильской, да? Да, бывшего Израиля. Вот, и поскольку он галилеянин, значит, юридик свою Ироду попадает. Ну, что ж, давайте тогда сделаем так. И узнав, что он из области Иродовой... Пилат. Пилат, да. Послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме, поскольку праздник Пасхи, народ весь собирался. И вот Ирод тоже посетил это мероприятие в Иерусалиме, он там находился. То есть он был близко, посылать Иисуса в Галилею, к Ироду не было необходимости. Ну, да, буквально соседний дворец, где-то рядом в Иерусалиме. И отправляет он к Ироду, потому что хочет себя снять ответственность за невинное убийство, что ли. Он понимает, что человека нужно отпускать, он ни в чем не виноват. Это обвинение надуманное и лживое насквозь. У него дело злоба, он просто сравнил поведение Иисуса, как он себя вел, и поведение вот этих всех религиозных вождей. Ее, наверное, поразилось контрастом, насколько Иисус благородный вид, совершенно спокойный, печальное лицо, никакого вызова, никакого страха тоже. И эти там выкатенные глаза, перекошенные лица, ярость. Вот как раз плоды Духа, про которые я говорю. То есть Пилат, как достаточно сторонний наблюдатель, потому что он не был религиозным, он был язычник, римлянин. Вот, то есть он видит плоды Духа Святого во Христе. Человек израненный, окровавленный, оскорбленный, униженный всячески, он себя ведет с достоинством, да? Ну, то есть он спокоен, у него боль, именно боль любви к этим людям, сострадание даже к этим людям. А с другой стороны, он видит толпу, полную как раз плодов противоположных Святому Духу. То есть именно дьявольских дел плоти, они называются тоже в послании Галатом, пятая глава. То есть эта ненависть их раздирала, это внешне проявляется, это внутренне проявляется в человеке. То есть не увидеть этих плодов в других и в себе тоже невозможно. Если ты, ну, если ты открыт, то ты обязательно это увидишь. И потом, наверное, он еще с собой сравнил Иисуса. Вот как бы вот он выглядел, и он понял, что вот так, как вел себя Иисус, может вести себя только Бог. Вот человеку это невозможно, вот так вот держаться. В такой ситуации. Имеющий власть, да? То есть, как, ну, говорили, да, что он, именно вид его был как власть имеющий. У Иисуса? Да, у Иисуса. Вот именно. Ну да, во всяком случае, он владел своими чувствами идеально просто. То есть он не давал поводу никакому, там, мести какой-то еще, в ответ ничего не говорил, ни себя не пытался защитить, выгораживать, там, потому что другой человек повел бы себя совсем по-другому. Это какой по счету суд над Иисусом до Голгофа, за несколько часов до Голгофа? Это пятый. Это пятый. Всего, когда ты говоришь, что семь, да? То есть у нас еще один суд и у Ирода, и еще один суд у Пилата. Снова у Пилата. Завершающий, да. Да, вот совсем немного времени до завершения нашей с вами встречи сегодня остается. Давайте вот скажем все-таки, как не судить Бога? Вот какой вывод из сегодняшней программы? Как нам с вами быть достаточно осторожными с собой, аккуратными, чтобы не оказаться на грани черной дыры? Да? Лена, Коля, вы скажите, пожалуйста. Ну, я думаю, что вот смирение перед Богом и желание слышать Бога, вот это те инструменты, которые дают возможность не противиться воле Божией даже в самых таких ситуациях непростых в нашей жизни. И если я смирен, если я кроток, то Дух Святой воздействует на мое сердце, и тогда все-таки действие Духа Святого будет происходить в моей жизни. Мне кажется, нужно просто признать, что я творение, я никогда не буду Бог, я только Его производное. Я могу быть детем, да, послушным, непослушным, но я никогда не буду Богом. Это сто процентов. Это одно. И второе, что мне нужно признать Его власть над собой, что Он мой Господь, Он мой Господь, а я Его слуга, я Его раб. Я просто человек, который хочет быть с Ним, и который хочет Его радовать, что ли. Ну что ж, дорогие друзья, дай нам с вами Бог, чтобы мы не осуждали Его, чтобы мы не судили Его как своего противника, чтобы мы поклонялись Ему в радости как своему Господину, как тому, кто дает настоящее счастье, кто дает настоящую полноценную жизнь. Ждем следующей встречи с вами, где продолжим говорить об этих серьезнейших событиях в истории планеты, в истории человечества. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»